всем привет на днях я получила с buying coins посылку заказала немного разные ерунды нужной и не смогла удержаться от этих кисточек тоже все эти четыре кисточки с сайта buying coins и если вам интересно оставайтесь со мной его вам про них расскажу свое мнение и также будем делать сравнение с кисточками более известных марк первую очередь мое внимание привлекли вот эти две кисточки на них не стоит название брендов к моему счастью но на них стоит номер номер кисточки тоненькой растушевочной и номер кисточки плоской ворс вот в этих двух кисточках с белым ворсом похож на натуральный и на ощупь и моя кошка определила что это натуральный ворс и напоминают они кисточки mac конечно но видимо они призваны напоминать эти кисточки давайте начнем вот с этой растушевочной кисти это тонкая растушевочная кисть которая видимо хочет быть дублем от mac номер 222 у меня такой кисточки нет но у меня есть похожая кисточка от марки сигма и это растушевочная кисточка и 35 можно заметить что у них действительно похож ворс и похожа форма но конечно кисточка с buying coins вот она она более небрежно подстрижена она хуже держит свою форму при мытье из нее выпало пару волосков но не слишком критично вот это сигма да но относительно все неплохо у нее и вот это buying coins она гораздо более лохматая из нее гораздо больше торчит волос и по наполнению своему она гораздо жиже и мягче чем сигма но вы знаете все равно за свои деньги это очень даже неплохая кисточкой у меня и в принципе получилось нанести цвет в складку у меня в принципе получилось этот цвет растушевать и несмотря на то что она более жидкая более лохматая но и какая-то менее опрятная чем сигма она работает вот если честно но не хуже не знаю может быть это зависит тоже от того как давно ты красишься но как-то уже движение такие более заученные да и в принципе практически любая может быть кисточка справится ну вот мне понравилась эта кисточка и за ее цену а стоит она около доллара да ну там рублей 40 но хорошо если даже чуть больше доллара пусть даже 50 рублей все равно она очень очень хорошая за эти деньги и я в ужасе зачем покупать сигму нет но если хотите аккуратные красивые кисточки да конечно лучше сигма вот эта кисточка я не знаю сколько она прослужит как долго она сохранит свое наполнение да может быть она через там через месяц вылезет вся не знаю этого но сейчас в принципе я считаю что она работает лучше чем она стоит вот то есть она могла бы стоить больше таково мое мнение следующая кисточка на который написано номер 239 она выглядит вот так уже более сплюснутая широкая довольно таки густая кисточка у меня нет для нее аналогов для сравнения просто для сравнения вам могу показать от маг 217 она у меня уже старенькая но она все равно более-менее сохранилась то есть ворс в принципе очень похож форма конечно нет все таки от маг она идет более пушистая она предназначена для растушевки вот эта кисточка она больше для нанесения но она тоже очень густая то есть она не тонкая вот эта плоскость у нее такая прям на хорошо наполнена эта кисточка мне чуть больше понравилось как она подстрижена мне кажется что она выглядит аккуратнее из нее меньше как-то торчит всякого непотребства хотя тоже немножечко торчит она тоже потеряла то может быть один волосок при мытье но совсем не критично особенно с учетом того что ну как бы новая кисточка она может и потерять у меня и мак и сигма теряли пока были новые этой кисточкой я пробовала наносить основной оттенок на подвижное веко светлый оттенок на область под бровь на неподвижное веко отлично работает отлично набирает тени отлично их отдает в общем тоже она тоже стоит может быть рублей 40 50 60 там точно не помню не помню что около доллара вот эти кисточки идут и она просто чудесная за свои деньги и тоже про нее считаю что она работает лучше чем она стоит вот поэтому в принципе если вы хотите попробовать какие-то бюджетные кисти но чтобы они были нормальные чтобы ими можно было работать вот эти я советую знаете вот у нее вот здесь только вот смотрите видите там вот если придираться у нее вот есть какая-то легкая незаполненность вот этих граней вот она вот но в принципе это вот если уже совсем придираться потому что придираться как-то особо больше не к чему да где-то волосинки торчат но вот я возьму сейчас маникюрные ножницы специально не правила эти кисть чтобы снять видео но сейчас я возьму маникюрные ножницы подправлю и можно сказать что будет не к чему вообще придраться также две кисточки я получила с сайта buying coins на них нет никаких обознавательных знаков вообще ну то есть даже номера это синтетические кисти одна такая очень маленькая на прям совсем малюсенькая я люблю маленькие плоские кисточки не знаю почему-то у меня к ним слабость и ими можно много что сделать по-разному работать и выкладывать цвет и вытягивать цвет и прорисовывать мелкие детали и она отлично справилась у нее плотный ворс ну то есть плотный но не царапучий мне почему нравятся синтетические потому что они очень мягкие в принципе ее можно и для подводки ее использовать для гелевой либо жидкой и вот этим бортиком рисовать но мне больше всего нравится именно вот этой плоской стороной рисовать мелкие детали все отлично работает тоже отлично набирает отлично отдает нормальная хорошая кисть маленькая и она так аккуратно сделано вот посмотрите пожалуйста очень аккуратно сделано и последняя синтетическая кисточка видимо это по мотивам синтетических кисти сигма ну по крайней мере других я таких не знаю написано было что она предназначена для нанесения консилера либо для припудривания консилера но я ее использую именно для для век она огромная на самом деле вот она кругленькая сейчас я приближу вот она такая кругленькая она довольно густо набит но при этом она мягкая то есть у нее кончики очень очень мягкие и и этой кисточкой я знаете растушевывал когда нужно растушевать вот такой темные тени чтобы было очень очень мягкий переход вот эта кисточка она это делает просто в 2 секунды ну наверно по ее наполненности из-за того что она такая густая не знаю я вообще была в огромном восторге в общем честно я от всех кисточек в большом восторге так вот я убираю свои мак и сигму оставляю вот эти и говорю вам что я от них действительно в восторге они мне очень понравились ими очень удобно работать и приятно да у них есть мелкие недостатки у них есть какие-то свои особенности то есть какие-то немножечко жидковато набиты но по сравнению с оригиналом сигмой например да вот это жидковато набита которая аля растушевочная вот это для нанесения ничего не жидковато она вполне себе туго набита они мягкие то есть они не такие мягкие как синтетика синтетика очень мягкая вот эти но мягкие для натурального ворса и по мягкости они точно такие же как маг и сигма вот абсолютно никаких трудностей они мне не доставили века не искололи не исцарапали с тенями никаких проблем не было в общем хорошие кисточки и я думаю что наверное это будет не скоро но все-таки когда я буду делать заказ на байн-коин с какой-нибудь фигней опять то думаю что я брошу в корзину еще парочку каких-нибудь кисточек и тоже буду пробовать ну в общем надеюсь что вам было интересно может быть полезно даже и всем спасибо за внимание пока пока